Закон о гаражной амнистии вступил в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 2026 года. Гаражная амнистия и дачная имеют ограниченный срок, но последняя постоянно продляется, так что возможно и амнистия по гаражам не станет исключением. Обо всех нюансах упрощенного порядка оформления дачной гаражной амнистии я говорю сегодня с Дмитрием Юрьевичем Наумовым, помощником директора кадастровой палаты по Самарской области. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Ну что же, с 1 сентября, как я уже сказала, в России действует так называемая гаражная амнистия. Скажите, пожалуйста, в чем, вот если простым языком говорить, суть вот этих законодательных нововведений и самое главное, пользуются ли ими наши граждане? Если говорить самым простым языком, гаражная амнистия – это возможность, предоставленная гражданам для оформления бытовых гаражей. Речь идет об объектах капитального строительства, то есть они должны быть связаны с землей прочно, их перемещение невозможно в пространстве без ущерба их назначения. Такие гаражи должны быть построены до вступления в силу Городостроительного кодекса Российской Федерации, до 30 декабря 2004 года. Вот при соблюдении этих условий, обладая любым документом, подтверждающим создание гаража, уплату членских взносов, например, в кооператив, уплату коммунальных услуг, либо проведение инвентаризации такого гаража, гражданин может получить собственность не только сам гараж, но и земельный участок, который занимается этим гаражом. Это, в общем-то, очень полезное нововведение. Раньше отсутствовало такое требование в законодательстве. И остается надеяться, что люди им будут пользоваться. Так будут, пользуются уже и как активно? Знаете, заинтересованность со стороны граждан имеется. Заинтересованность довольно большая, но пока гаражная амнистия только набирает обороты. Вот она действует уже 4 месяца, но законодатель, сдавая этот закон, он предусмотрел достаточно широкое усмотрение для муниципалитетов. Обращаясь за предоставлением земельного участка, должен, гражданин будет обратиться в муниципалитет. И вот на стадии органов места самоправления довольно часто возникают вопросы, а подходит ли тот или иной документ для применения гаражной амнистии или нет. Можно ли в данном случае предоставить гражданину участок? Ведь он будет предоставляться бесплатно, без проведения торгов. Не возникнут ли в данном случае препятствий со стороны соседей? Возможно ли вообще размещение гаража в этом месте? Вот эти вот все вопросы, они немного тормозят развитие гаражной амнистии, но тем не менее практика уже набирает обороты и случаи имеют место. Каким образом кадастровая палата по Самарской области способствует? Ну, во-первых, распространение информации о гаражной амнистии – это раз. И во-вторых, какую помощь оказывает гражданам, если вдруг есть такая возможность оформить гараж по гаражной амнистии? Ну, проще говоря, с чего нужно начинать? Дайте, пожалуйста, дельные советы. Куда идти в первую очередь? Мы очень активно стараемся участвовать в процессе популяризации. Это одна из главных целей и Росреестра, и кадастровая палата. Максимальное доведение информации о преимуществах и возможностях гаражной амнистии, публикации в СМИ, в социальных сетях, иных средств массовой информации, они во многом направлены на то, чтобы максимально информировать людей о возможности воспользоваться этим правом, получить в собственность гараж, получить на него подтверждающие документы, и дальше спокойно владеть им, пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению. Если говорить о первых шагах, вот имея гараж просто, нужно, во-первых, сориентироваться, подпадает ли он под действие, является ли он капитальным, не является ли самовольной постройкой, это одно из условий также. Не принималось ли решение о признании этого гаража самовольной постройкой. Если он попадает, нужно разобраться со своими документами. Какие документы, вот из перечисленных в законе, либо подпадающие под критерии, установленные законом, имеются. Далее следует уже обращаться непосредственно в орган местного самоуправления. Собрав пакет документов, гражданин обратится за предварительным согласованием ему предоставления земельного участка. Для этого потребуется подготовить схему расположения земельного участка на кадастром плане территории. Это документ достаточно простой, но, тем не менее, целесообразно воспользоваться помощью профессионального специалиста, кадастрового инженера. Он подготовит схему, и ее заявлением нужно будет сдать. Орган по результатам рассмотрения имеющихся документов, муниципалитет, издаст решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Уже с этим пакетом документов нужно будет обращаться за постановкой на кадастровый учет земельного участка, и затем уже муниципалитет обратится с заявлением и о постановке на учет самого гаража, и за регистрацией прав и на гараж, и на земельный участок. Вы сказали муниципалитет, это если область, а если гараж находится в черте города, в районную администрацию нужно обращаться? Нет, в данном случае также полномочия распределены, необходимо будет обращаться в городскую администрацию. У нас имеются департаменты, которые занимаются распоряжением муниципальным имуществом. Это и департамент градостроительства, и департамент управления имуществом. Именно к их компетенции относятся рассмотрение этих вопросов. Скажите, как скоро, конечно, я понимаю, что это все-таки не ваше ведомство вопрос, но как скоро гражданин, обратившись в администрацию, должен получить ответ положительный или отрицательный? И в какой форме это должно происходить? Безусловно, это письменная форма. На письменное заявление поступит либо решение о предварительном согласовании предоставления, либо решение об отказе в предварительном согласовании предоставления. К слову, оснований для отказа не так много на самом деле. По сравнению с общим порядком, они сужены, критерии приостановок отказов. И срок рассмотрения подобных заявлений, он не превышает, как правило, одного месяца. Если говорить о всей процедуре, закладывая месяц на рассмотрение этого заявления, последующую подготовку межевых технических планов, пожалуй, в 2-3 месяца, вот с момента, как мы начали заниматься этим вопросом и до получения выписки из ЕГРН, подтверждающей, что все, я законный владелец, ну, пожалуй, 2-3 месяца пройдет. Можно уложить. Скажите, а вот любопытно, а сезонность имеет к этому какое-то отношение? Когда лучше заниматься? Зимой, летом, осенью, весной? Либо не имеет значения? Большого значения не имеет. Больше связан этот вопрос с удобством проведения кадастровых работ. Пожалуй, кадастровый инженер – это единственный специалист, которому может потребоваться выезд на местность. И, естественно, ему в условиях сухого пространства, отсутствия снега, воды, грязи, работать будет удобнее. Совершить качественные обмеры, внести эти сведения в подготовленные документы. Поэтому все-таки имеет, да, наверное, все-таки заниматься лучше летом. Но причиной для отказа – то, что документы подготовлены зимой, естественно, не будет. Хорошо, продолжаем. Продолжает также действовать и дачная амнистия. В конце 2021 года правила ее применения скорректировали. Вот что важно знать гражданам, которые хотят также оформить свою дачную недвижимость, Дмитрий? Гражданам важно знать несколько моментов. Первый из них – это ограниченный срок действия. К слову, он продлен. Продлен еще на 5 лет. Если раньше она ограничивалась с 2026 годом, сегодня дачная амнистия будет действовать до 31 года. Еще достаточно много времени, но заниматься оформлением дачной недвижимости стоит уже сейчас. Первое, на что еще обратил бы я внимание, это требования к подготовке документов. Амнистия, она предполагает отступление от общего порядка. Общий порядок предусматривает, что любое здание, сооружение должно сопровождаться получением разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию. Вот амнистия – это некое послабление. Для дачной амнистии оно предполагает, что жилые и садовые дома, возводимые на земельных участках для индивидуального жилищного строительства, садоводства, дачного хозяйства, либо личного подсобного хозяйства, могут строиться без получения каких-либо дополнительных процедур, без разрешения, без голосований. Даже уведомлять органы местного самоправления о планированном строительстве не требуется. Все, что необходимо, это по результатам строительства обратиться к кадастровому инженеру, который на основании заполненной собственником земельного участка декларации подготовит технический план. Именно этот документ нужно будет сдать в регистрирующий орган для постановки построенного недвижимости на кадастровый учет регистрации прав на нее. Ну хорошо, а вот все-таки, что нужно, в первую очередь, для того, чтобы оформить свое право на садовый или жилой дом, мы сегодня говорим об упрощенном порядке. Так вот, разъясните все-таки, в чем суть этого упрощенного порядка? Вот, собственно, по сути, единственное, что требуется, это наличие право установящего документа на земельный участок. Я должен являться собственником земли, чтобы построить на ней что-то. Это общее правило, которое применяется. При наличии документов, подтверждающих право на землю, мы начинаем строительство, не обращаясь никуда, затем готовим технический план, обращаясь к кадастровому инженеру, и оформляем свое право. Но одно из новшеств дачной амнистии, то, что как раз случилось в конце 2021 года, изменения, они предусмотрели, что даже при отсутствии прав на землю, можно воспользоваться правилами дачной амнистии. Это правило, единственное, на что обращу внимание, начнет действовать с 1 сентября 2022 года. И там будут действовать, по сути, те же требования, что и при гаражной амнистии. Необходимо иметь документ, который будет подтверждать, что дом был построен до 14 мая 1998 года. Что это за дата? Это дата вступления в силу 1-го градостроительного кодекса Российской Федерации. Вот если дом построен до этой даты, гражданин им владеет, у него есть документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг, проведение технического учета, документы, подтверждающие его прописку в этом доме. Но нет ни одного документа, подтверждающего и законность создания этого дома, и документа, подтверждающего права на землю. Он все равно вправе обратиться в муниципалитет. И муниципалитет также рассмотрит его заявление и предоставит ему и земельный участок, и зарегистрирует право на принадлежащий ему дом. Хорошо, Дмитрий, но все-таки подскажите, пожалуйста, какие из строений нужно обязательно регистрировать? Баню, теплицу, сарай и прочее. Я почему спрашиваю, если вдруг, а такое бывает на практике нередко, что через садовый участок, через дачу, вдруг стали прокладывать дорогу или трассу и так далее. Вот чтобы не остаться упущенной выгодой, скажем так, нужно ли строения эти регистрировать? Хороший вопрос. Дело в том, что закон у нас не содержит обязанности регистрировать права на недвижимость. Это в любом случае право. Но вы справедливо совершенно говорите, что именно наличие записи о праве об объекте недвижимости в реестре является единственным доказательством существования этого права и законности владения недвижимостью. Вот все мы помним фильм «Гараж», да? С чего началась история, власти приняли решение о строительстве автомагистрали, из-за которой 4 гаража не умещались. В нашем случае это может быть и ситуация, когда гаражи уже построены, не только гаражи, но и бани, и жилые дома. Если нет оформленных прав на них, никто даже спрашивать не будет, эти объекты будут снесены, и в общем-то все будет в нормах закона в данном случае. Если же право будет зарегистрировано, то мы в любом случае в праве рассчитывать на справедливую компенсацию, предоставление либо иного участка, либо денежное возмещение. Ну и кроме того, только при наличии зарегистрированного права мы можем подарить, завещать, продать, иным способом распорядиться своим имуществом. Про гаражную амнистию мы говорили, что эта процедура оформления займет 2-3 месяца. С дачной амнистии такая же история, либо здесь какие-то другие сроки, потому что условия другие, ну и так далее, и тому подобное. Если мы говорим про ситуацию, когда оформление жилого дома не требует регистрации прав на землю, а только вот на своем земельном участке построены дачный, садовый дом, жилой дом, та же баня, если она капитальная, или гараж, здесь сроки будут даже короче. По сути, все упирается в сроки, в которые кадастровый инженер подготовит технический план. Как правило, они занимают от 10 до 20 дней. Если же говорить о сроках кадастрового учета регистрации прав, то они составляют 12 дней при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг. Хорошо. Если все-таки подводить, ну вот такой промежуточный итог, гаражная и дачная амнистия, почему все-таки стоит ей воспользоваться? Вы сказали, что сроки продляются, 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 но это не означает, что нужно откладывать в долгий ящик оформление своих прав. Что это дает и от чего в будущем может уберечь собственников и гаражей, и дач? Значит, первое, на что влияет это, это чувство защищенности в первую очередь. Да, оформляя права на недвижимое имущество, мы получаем гарантию со стороны государства, что в любом случае мы получим защиту своих прав. И при распоряжении этими земельными участками, и при изъятии для государственных муниципальных услуг, в любом случае, любое заинтересованное лицо, будь то публичное образование, сосед, любое частное лицо, оно должно будет учитывать мое титульное владение недвижимостью. Во-вторых, это возможность распоряжения самостоятельного этим имуществом. Это возможность его продать, подарить, завещать и так далее. Даже снести его без каких-либо последствий. Ну, принял я такое решение, что мне больше не нужен сарай, я его сношу. Ну, и третье, на что нужно обратить внимание, это исключить споры. В любом случае, возникающие споры, согласование границ, это самая же утрепещущая тема, постоянно возникающая, необходимость договориться, как должна проходить межа между участками, где забор должен стоять, это то, что всегда является камнем преткновения между соседями. При наличии границ земельного участка в реестре, при точном описании дома в пределах земельного участка, никаких вопросов быть не может, гражданин, сосед должен будет считаться с вашими границами. А вот, кстати, к слову о соседях, скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, а нужно ли, когда вызываешь кадастрового инженера, уведомлять соседей о том, что сейчас то ли твою дачу, то ли твой гараж будут измерять, ну и, соответственно, составлять документ? Это обязанность или право уведомлять соседей? Либо это мое личное дело, и никого я оставить в известность не буду? Нужно разграничивать две ситуации. Зависит они от наличия в реестре сведений о границах участка соседа. Если границы соседа описаны, то уведомления его не требуются. Его границы учтены, они всем понятны, кадастровый инженер увидит их в официальных документах. Участие соседа, в общем-то, если его границы не будут меняться, не потребуется. То есть вы имеете в виду, что сосед уже до этого вызвал кадастрового инженера, и все документы оформлены? Да. В случае, если вы с соседом находитесь в одинаковой ситуации, в любом случае придется договариваться, согласовывать границы, и это уже является обязанностью не самого владельца, а кадастрового инженера. Именно на него возлагается обязанность выйти на местность, показать, как должна проходить граница по измеренным ему, и составить акцию голосования, в котором каждый из правообладателей смежных земельных участков должен будет поставить свою личную подпись. Но кадастровый инженер приезжает уже с этими знаниями, что соседские участки учтены, либо вот эта информация, откуда может быть предоставлена? Безусловно, кадастровый инженер это знает. В рамках подготовки к проведению выездных работ он запрашивает сведения из Единого государственного реестра недвижимости, и в выписке всегда можно увидеть информацию о том, учтены границы или нет. Да, в случае, если его границы не установлены в соответствии с требованиями законодательства, соответствующая отметка будет содержаться в выписке. Ну и, наверное, такой важный вопрос, без которого никуда, это вопрос денег, дорого ли стоит оформить в упрощенном порядке? Опять же, да, мы говорим об этом, дачная, гаражная, амнистия, сколько придется заплатить гражданам, чтобы оформить вот свои права на недвижимость или на гараж? Опять же, оформление недвижимости предполагает несколько этапов. Если мы говорим о процедуре, именно связанной с деятельностью государственных органов, то она в большей мере бесплатная. Единственное, на что потребуется потратить деньги, это уплата государственной пошлины за регистрацию и право. Так, о каких суммах идет речь? Две тысячи рублей. Две тысячи рублей, да. Если же мы говорим о работах кадастрового инженера, здесь придется потратиться. Кадастровые инженеры – это абсолютно частные лица, они ведут свою деятельность на основании договоров подряд на выполнение кадастровых работ и берут за нее, наверное, справедливую плату. Так. В среднем, если говорить о стоимости таких работ, то она составляет порядка 10-15 тысяч рублей за один объект недвижимости. Это и гараж, и дача здесь от размеров, как говорится, есть разница или все-таки нет? От размеров есть разница, но между гаражом и дачей не такая большая разница. Как правило, при описании границ наибольшую сложность составляет именно подсчет определения координат точек. И гараж, и дача, как правило, это довольно простые пространственные объекты, да, прямоугольники, пятиугольники по форме своей, по конфигурации. И сложности отстрелять эти пять точек большое не составляет. Больше трудностей, если это сложный объект, сооружение, здание, многоэтажное. Например, колесо обозрения, да, если мы возьмем. Либо это заводской комплекс какой-то, да, состоящий, многообъектный объект, у которого много надземных, подземных элементов и частей. Вот его описывать очень сложно. Ну, сегодня мы говорим о дачах и гаражах, поэтому здесь можно отнести эти объекты к простым. Эти объекты простые, да. Разница еще, что может повлиять все-таки при описании земельного участка, это процедура согласования. Она тоже закладывается в стоимость работы и влияет на их увеличение. Это требует дополнительных расходов и эмоциональных даже для кадастрового инженера, поэтому они оплачиваются тоже отдельно. Отдельно. Скажите мне, пожалуйста, вот все-таки процедура эта сложная или простая, либо в каждом отдельном случае она индивидуальна? Нет абсолютно одинаковых ситуаций на самом деле, но видится эта процедура достаточно простой. Порядок описан, процедура понятная, довольно прозрачная. Трудности возникает именно на стадии предварительного анализа имеющихся документов. Возможно ли применение этих документов для использования правил и гаражной, и дачной амнистии? При выборе кадастрового инженера на что в первую очередь стоит обратить внимание? Наверное, на все-таки лицензионную деятельность, потому что я уверена, что цены разнятся. Когда люди ищут кадастрового инженера, на что в первую очередь нужно обратить внимание? Ваш чисто профессиональный совет. Их деятельность не подлежит лицензированию, но можно обратить внимание на результаты кадастровых работ каждого кадастрового инженера. Эти данные являются открытыми, они публикуются на сайте Росреестра. Есть отдельный раздел «Электронные услуги и сервисы». В нем можно получить информацию из Государственного реестра кадастровых инженеров. Помимо информации о каждом инженере, о дате получения квалификационного аттестата, сдачи экзамена профессионального, членствах той или иной саморегулируемой организации. Там также есть информация о результатах его профессиональной деятельности. И стресс-устойчивости, наверное, тоже, да? Это, к сожалению, нет. Наверняка отзывы такие тоже существуют, а почему нет? Нет, такой информации, к сожалению, нет. Но есть информация о том, какое количество документов им было подготовлено, и по скольким из них было принято положительное решение, по скольким отрицательное решение. Из этого, в общем-то, можно сделать хотя бы предварительный вывод о том, насколько качественный инженер работает. А дальше зависит от личного общения. Хорошо, Дмитрий. Вот все-таки оформив право на недвижимость, владельцы приобретают также право и платить налоги. Вот и земельный налог, и налог на имущество рассчитывается сегодня, исходя из кадастровой стоимости. Скажите, пожалуйста, как собственник может о ней узнать, и из чего, собственно, она рассчитывается? Кадастровая стоимость – это экономическая величина. Рассчитывается она по установленным методикам. В настоящее время расчетом стоимости занимается специализированное учреждение. Оно создано в Самарской области, называется Центр государственной кадастровой оценки. Оно определяет на основе данных реестра, который ему кадастровая палата передает, стоимость каждого объекта. После расчета им стоимости данные передаются обратно в кадастровую палату, и происходит внесение их в Единый государственный реестр недвижимости. Сведения о стоимости можно уздать и на сайте Росреестра, воспользовавшись справочными сервисами, такими как справочная информация по объекту недвижимости в режиме онлайн, либо публичная кадастровая карта. Буквально выйдя на карту, тыкнув в конкретный участок, мы получим сведения о его кадастровой стоимости. Если же нужен официальный документ, в котором бы содержались данные, то он может быть получен в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости. К слову, такая выписка является абсолютно бесплатной и предоставляется любому заинтересованному лицу. Скажите, пожалуйста, а как часто меняется кадастровая стоимость объекта и в ближайшем будущем? Вообще, как происходит вот эта процедура? Скажите, пожалуйста. Я почему спрашиваю? Потому что, допустим, человек узнал, ну, к примеру, год назад стоимость свою кадастровую, да, потом, ну, возникла необходимость, она поменялась. И что делать? Правомерно ли это? И куда обратиться за консультацией? Процедура определения кадастровой стоимости описана чрезвычайно подробно в законодательстве. Она очень сильно влияет все-таки на статус объекта и на обязанности, возникающие у правообладателей. И есть два основных основания определения кадастровой стоимости. Первое – это государственная кадастровая оценка. Она проводится по установленным правилам с периодичностью раз в 4 года. Вот буквально в прошлом году, в 2021-м, была проведена государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства. Речь о зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавершенного строительства и машиноместах. Все они получили новую стоимость. Это более 2 миллионов 300 тысяч объектов недвижимости. И сейчас кадастровая палата проводит работу по внесению сведений о результатах этой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости. Надо сказать, что с этого года она начинает применяться. Но налоговые уведомления, например, с новой стоимости, с налогом, рассчитанным по новой стоимости, владельцы получат только в следующем году. Ну, логично, что налог за 22-й год мы будем платить в 23-м году. Узнать эту стоимость можно, точно так же, просмотрев сведения, либо запросив выписку. Единственное, на что обращу внимание, так как это довольно такая массовая работа, кропотливая, вдумчивая, она еще продолжается. Этот вопрос стоит отложить, наверное, на конец февраля, когда работы будут полностью завершены. И мы уже с уверенностью сможем понять, что это не старая стоимость, а новая, которая должна применяться с первого ряда 22-го года. Ну, то есть просто для ознакомления ее узнать, да, в феврале можно? Налоги-то мы платим в конце каждого года? Для ознакомления можно узнать даже сейчас. Результаты государственной кадастровой оценки, они утверждаются актом полномочного органа. В Самарской области это Министерство имущественных отношений. Соответствующий приказ состоялся. Он опубликован на сайте официального опубликования нормативных правовых актов, справочных правовых системах. Там информацию, в общем-то, можно узнать. И сейчас уже. Есть и другой вариант изменения кадастровой стоимости. Это переменная величина, и ее изменение может быть связано с изменением характеристик объекта. То же самое уточнение границ земельного участка. У нас было старое свидетельство, по которому предоставлялось 6 соток. В реестре содержались сведения о 600 квадратных метрах площади земельного участка. В результате уточнения было определено, что его площадь составляет не 6 соток, а 584 квадратных метра. Стандартная ситуация. Померили более точным оборудованием, выяснили, что 16 метров не добираем. Вот по результатам уточнения сведения также передаются в Центр кадастровой оценки, и он с учетом уточненных данных определяет кадастровую стоимость. Это очень тоже важная и кропотливая работа. Вот буквально не так давно была ситуация, обращались граждане, абсолютно два одинаковых дома, построены из одних и тех же материалов, с одинаковой площадью, одинаково удалены от инженерных объектов, от объектов коммунальной инфраструктуры. Кадастровая стоимость разная. В чем причина? Когда стали разбираться с этой ситуацией, выяснилось, что суть в годе строительства. Дело в том, что когда один гражданин ставил свой объект на учет, он показал, что он построен в 2010 году, а другой не показал. А данные о годе завершения строительства получить ниоткуда нельзя. Это бытовая недвижимость, она не проходит, никакой дополнительный учет. Соответственно, оценщик должен руководствоваться средними значениями. Вот для этого объекта средним значением оказался 1975 год. И он посчитал по 1975 году. И, естественно, два абсолютно одинакового дома, но одному 10 лет по документам, а другому 45. Исходя из этого, различаются кадастровая стоимость. Кадастровая стоимость и рыночная стоимость – это вот разные вещи. И при покупке и продаже дачи или квартиры ориентируются все-таки на стоимость рыночную, правильно? Да. Зачем тогда кадастровая? Надо сказать, что кадастровая стоимость – это главная цель всех законодательных нововведений. Должна быть максимально приближена к рыночной стоимости. Имеет место различие между ними, но кадастровая стоимость имеет все-таки некоторые другие цели применения. Главное из них – это налогообложение, как мы уже говорили. Еще одна сфера приложения кадастровой стоимости, ее применение – это предоставление земельных участков, предоставление объектов капитального строительства, продажа из государственной муниципальной собственности. В случае, если мы хотим выкупить или землю, или какое-то здание у государства, мы будем руководствоваться именно кадастровой стоимостью. Расчет будет производиться, исходя из нее. Точно так же с арендными платежами. Как правило, это какой-то процент от величины кадастровой стоимости объектов. Ну что ж, спасибо большое. Остается подвести итоги нашему сегодняшнему разговору. А говорили мы сегодня о гаражной и амнистии, и дачной. О чем же нужно помнить и не забывать в первую очередь гражданам, которые даже после нашего разговора сегодняшнего, а он очень продуктивный, решат заняться оформлением гаражей и дачи? Пожалуйста, Дмитрий. Самое главное, наверное, это выдерживать последовательность. Сначала понять, что есть у тебя, какие документы, что есть уже учтено в реестрах. Запросить сведения, понять, числится ли эта недвижимость, за кем она оформлена, не наложены ли на нее ограничения. И далее уже с имеющимся пакетом знаний обращаться в орган местного самоуправления. Процедура может быть пугающая поначалу, непонятная, но достаточно простая, и все-таки требующая минимальных усилий от граждан. Именно в этом и суть амнистии любой, и гаражной, и дачной. Она все-таки направлена на то, чтобы сделать жизнь граждан проще, помочь им оформить недвижимость и владеть ее. Ну, а, в общем-то, мне кажется, даже самую сложную дорогу, как говорится, осилит только идущий. Безусловно. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова